Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Озвучиваем вопрос из первого тума, вопрос 16. Почему вифлеемских младенцев считают мучениками за Христа? Ведь они не веровали в Него и не были крещены. Ответ. Причиной их смерти было рождение Спасителя и поиск богомладенца Иродом. Они пострадали не за Него, а из-за Него. И поэтому они есть мученики не за Христа, а из-за Христа. Вопрос 17. Первый тум открытым оком. Поясните слова Златоуста. Если ты сам себе не поможешь, ни я, ни Бог тебе не поможет. Ответ. Бог сотворил человека свободным и не насилует волю человека. Все в руке произволения. Серахов 15, 14, 16. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Бог содействует желанию. Вопрос 18. Первый тум открытым оком. Сколько лет была Богородица, когда родился Христос? Ответ. Согласно преданию, ей было неполных 15 лет. На Востоке невеста готова к выданию в 12-14 лет. Относительно Девы Марии данной из предания. Поэтому, как неправдоподобно выглядят такие страшные иконы, где Божья Матерь сидит с младенцем, и ей около 80 лет, похожая на цыганку. Неужели бы такой сосуд выбирал Бог себе 55 столетий? Если о Христе Сыне Марии говорится так, в Солом 44.3 Ты прекрасней в сынух человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. То почему бы не предположить, что ее Богоневеста выглядела прекрасней дочерей человеческих? Вопрос 19. Первый тум открытым оком. Староверы могут спастись? Ответ. Только в России существует 48 им наименований старобрядцев-беспоповцев и два наименования, имеющих законы рукоположенное священство. Белокреницкая, Австрийская, Нарогорском кладбище в Москве и Древлеправославная, Новозыбковская, Брянская область. Относительно приемлющих священства вопросов нет. У неприемлющих священства нет ни одного таинства, потому что нет закона рукоположенной иерархии. А без всех священных рук, досточтимого священства, нет отпущения грехов смертных. Иоанна 20.21.23 Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Без священства нет причастия, а без причастия нет жизни. Иоанна 6.53. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И причащение будет совершаться до второго пришествия Христа. 1 Коринфянам 11.26. Староверы вообще не любят Библию. А любят иконы, листовки, подручники, мощи и тому подобное. Говоря, что от Библии сходят с ума. Спасение вопреки Библии невозможно. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Псалом 49.17. А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя? Вопрос 20.1. Том открытым оком. Существуют ли духовные вампиры, которые забирают энергию у других людей? Если да, то опасны ли они для верующего человека? Ответ. 1 Иоанна 4.4. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто у вас, больше того, кто в мире. 1 Петра 3.13. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Иоанн Златоуст говорит, что верующему могут делать зло, но сотворить его не могут, ибо мы за все благодарим Бога. В житии Василия Нова говорится о ведьме Мелитине, которая отнимала силу, энергию даже от верующих людей по попущению Божию, и даже доводила до смертной грани, как было с его учеником Григорием. Она буквально высасывала силу из мужчин, не принявших ее, так что они не могли даже рукой пошевелить. Ведь колдунья Романа держала в плену и на тяжких работах евангелиста Иоанна и ученика его Прохора, но в конечном итоге смирение и слезы благодарности Богу сокрушают злобные сосуды. Вопрос 21.1. Открытый МОКО. Узнал из дневников Иоанна Кронштадтского о том, что он каялся, стоя на коленях в храме, и что Бог прощал ему грех. Но ведь грехи прощаются только на исповеди. И вообще, как влияет раскаяние в душе на спасение, если не было по какой-то причине очередной, в кавычках, исповеди? Ответ. Исповедь перед священником – это явление пришло намного позже, чем открытая исповедь перед всеми, перед Богом. Так что Иоанн Кронштадтский поступал согласно евангельской истине. Марка 1.5. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. 1 Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Деяние 19.18. Многие жезуировавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. 1 Тимофея 5.20. Согрешающих облечай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Если облечали при всех, и грех был явный, то какой смысл тайной исповеди? Согрешивший предстоял всей церкви. Шла полная разборка его поступка. И кто же решился бы теперь его покаяния наедине перед священником считать достаточным? Матфея 18.17. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вопрос 22. Первый том открытым оком. Человек соблюдал все заповеди, кроме первой. Будет ли ему снисхождение в аду? Ответ. Матфея 22.35. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? И Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На всех двух заповедях утверждается и весь закон и пророки. Любовь к Богу есть наипервейшая и главная заповедь, нарушив которую, Адам потерял рай. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Марка 16.16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Неверующему кажется, что быть добрым, интеллигентным главное. Главное, чтобы быть глубоко порядочным, никого не обижать, заботиться о благе ближнего, быть хорошим, как коммунист или депутат на трибуне. У Бога иная мерка нашей праведности. Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Исайя 64.6. Все мы сделались, как нечистый. И вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист. И беззакония наши, как ветер, уносят нас. Нас должно интересовать и мнение Божие, Его Слово, а не то, что скажет человек. Иоанна 12.48. Отвергающий Меня и не принимающий Слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его последний день. Если Слово, Его будет судить нас, то ясно же, что не мнение грешных или самоправедных людей должно нас интересовать. В аду снисхождение нет никому. Там огонь и вопль во веки веков бесконечно. В аду нет утешения. Лука 16.23.24. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сием. Откровение 14.11. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоенный днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его. За нарушение главной заповеди и наказание самое великое. Человек добровольно отрекся от Бога, который есть любовь, милосердие, радость, прощение. 2 Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Псалом 6.6. Ибо в смерти нет помятования тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Покаяться надо сегодня, чтобы Бог дал милость веровать в Него и исполняться Духом Святым, а не думать о некоем облегчении в аду. Ад сотворен не для человека. Евреям 3.15. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Вопрос 23.1. Открытым оком. Каково ваше отношение к воссоединению с православием восточных дохалкидонских церквей? Как вообще смотрит РПЦЗ за восстановление единства восточного православия? Ответ. Иоанна 17 глава. Так называемая первосвященническая молитва Христа о единстве в церкви. Это цель. Маяк. Но достичь его никому не удается и не удастся. Этому мешает своеволие, самость, гордость. Лично мое мнение, спрашиваете, оно таково. А нужно ли оно, это объединение с теми, кто не признал решение вселенских соборов? Слово «соборная церковь» нужно понимать не только как собранное со всех концов вселенной, но и как подчиняющееся решению вселенских и поместных соборов. Прошло полторы тысячи лет. Намного ли сблизились? И в обязанность нам это не поставлено? Иеремея 17.14. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя. Спасай и спаси душу Твою. Игнатий Брянчанинов не советует увлекаться такими глобальными проблемами. Останавливать немощной рукой поток нечестия. Он просто смоет нас, снесет напором грязи и камней хулы. Дал бы Бог сохранить то, что он дал в самом православии. То, что сегодня называется православием, кроме догмата, почти ничего не имеет евангельского. А тьма выдумок, заблуждений и суеверий. РПЦЗ нечем кичиться и хвалиться. Они за образец все те годы держали дореволюционное православие, как раз и сыгравшее самую роковую роль в гибели России. Почитайте их журналы. Православный путь и другие. Они как один к одному. С тем, чем кормят своих последователей, Московской патриархии. Есть такое выражение. Церковный мурзилка. Живую мысль, живое евангельское слово так редко встретишь, как воскресшего на кладбище. Все силы уходят на канонизацию, противоречия, иконы. Нет живой евангельской проповеди. Нет движения воды. Нет исцеления. Ни одного миссионера. Очевидно, нет во всей юрисдикции, как и в МП. А те, кто за таковых себе выдает, как отец Олег Стеняев, то это просто шарлатанство пузатое и бесстрашие лупоглазые по репину. Вопрос 24. Первый том открытым оком. Это мы читали. Это бы есть уже. Да. Ну да. Так. Что еще? Вопрос 25. Что тут? Первый том открытым оком. Что такое страх Божий? Чаще всего неверующие спрашивают, что такое ад? Объясните, на какие места в Библии ссылаться? Ответ. Страх Божий, в первую очередь, это боязнь не ада, а как бы не огорчить любимого Христа. Страх наказания велик и удерживает, как уздой. Потому Бог угрожает уже и в раю. Смертью умрешь. Страхом начинается проповедь пророков, апостолов, ангельская весть. Почему так? Потому что страх пред Богом есть начало всему добру. И конец злу. Первое царство, 12-18. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ, большой страх от Господа и Самуила. Ио 28-28. И сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла. Разум. Псалом 2, 11. Я сейчас это место прокручу, чтобы могли посмотреть, сколько места страхи, нам не запомнить. А когда отдельно человек будет, он все... Смотри. Стихотворение, да? Да. Еще на строчку ниже. Друг, небо знамений Христа сияет, сто тысяч крат ярче, чем свет, и узрать его даже те, кто распяли, спасенья не верю и нет. О, сын человеческий, не погуби! Крест прорезается в плечи, в жертвенной, ясной, голговской крови пусть мои раны излечит. Крест широты, долготы, высоты и глубины непонятной. Дай мне в любви ко Христу не остыть, вредно сбросить занятия. Только по тению древа креста отдохновение от зноя. Уксусом горя сожгли мне уста, желчу вскоре напоят. Жажду испить благодатной струи, руки крест-накрест из чаши. Тот, живоносный источник любви, и преподать к нему чаще. Игнатий Лапкин, тюрьма, 1980-е. Это написано все в скорби, страданиях. Ну и понятно. Так, о чем я, закончилась она? Ну вот это синее мы читали, а священство мы тоже... Это священство? Было уже, да, все? Да не знаю, вот это было? Это мне, ну может Володя читал, я не помню. А ну-ка посмотрим. Ну, раз выделено красным, значит, наверное... Наверное, читал уже. Да. Ну ладно. А дальше что? Последнее попробовать? Ну вот последнего не читали, например. Читаем. Ну почему нет? Не было. А в Лоте ниже опусти, посмотрим. Местописание есть тут? Порушившие слезы. Это было, это мы уже проходили. Ну теперь как же меня найти-то теперь, куда дальше идти? Вот. Ну да. Какое у нас сейчас идет священство? Ну было все, да, было священство. А ну что, все у нас прошло? Да. Ну слава Богу. Что это, что известно? Известно ли вам обращение Евтихия к пастве насчет объединения? Вот как раз это, наверное, да? Просчитай так глазами, глянь. Не, ну все выделено уже, это прочитано было все. Значит, надо дальше, какой русский язык получается дальше у нас. Ну да. И тут тоже что-то. Вы не выбирали отсюда? Ничего не знаю. Ну еще давай посмотрим, что тут. Давайте я сейчас займусь этим делом. Притом это очень быстро будет сделано. Русский язык. Ну вот так закрываем. Это я могу закрыть. Поставить хотя бы на 18. Ну давай. Вопрос 743. Второй том открытым оком. Вы доказываете, что богослужение должно быть на русском языке. Удалось ли вам добиться этого в своем храме? И как на это смотрит ваш правящий архиерей? Не отлучит ли он вас за это от церкви? Ответ. На наши просьбы наш архиерей дал нам предписание три года на эту тему не заводить разговора. И мы, в кавычках, заглохли. Все вынесли. А теперь все просимое нами, то, что читается из Библии, читаем на русском языке. Вот одно из наших писем ему. Правящему архиерею, пересвященнейшему епископу, ехтихию и шимско-сибирскому. Дорогой владыка, прошло три долгих года ожидания. 21 мая 1999 года, когда исполнился срок, наложенный вами на наши общины епитимии, о чтении при богослужении у нас по Библии синодального перевода 1876 года. Паримий, Псалтири, Евангелие и Послании, без дублирования на славянском языке. Может и не случайно, что именно сегодня, в эти дни, по всей России празднуется память равноапостольных просветителей-миссионеров Святого Кирилла и Мефодия. Идут празднования славянской письменности и кирилловских чтений. И совсем не случайно, что Великий Праздник Святой Пятидесятницы совпадает с нашим томительным ожиданием от вас положительного ответа, разрешения просимого нами. Святой Кирилл и Мефодий разрубили цепь трехязыковой ереси. Немецкие епископы запрещали богослужение и перевод на славянский язык, считая священными языками только еврейский, греческий и латинский языки. Разрушьте же Владыка Святой Узы четырехязыковой ереси, сковавший умы русского народа, закрывший ему доступ к чистому разумению священного писания. 23 мая 1999 года после божественной литургии все прихожане были спрошены. Три года мы постоянно молились, чтобы епископ Евтихий расположился к русскому языку, разрешил просимое нами. Кто верил, молясь, что просимое будет даровано? Кто верил? Кто верил? Я спрашиваю людей. Из семидесяти присутствовавших только один сознался, что сомневался. Остальные, по слову Златоуста, согласились благодарить Бога, как бы за уже полученное нами. Дорогой наш архипастор, смилуйтесь над нами, и это будет, может, лучшим вашим поступком, решением, памятником любви к фасомам. Серьезные слова, серьезные слова. Ну, пиши. О чем сейчас надо говорить? Русский, рус. Русский. И дальше. Письмо Евтихию. Сейчас. Ага. Снова заходим. А еще она не выделяется. Трудно будет теперь, если так она не выделяется. То она выделялась, а тут не выделяется. Ну, теперь надо хотя бы знать, о чем речь идет. Пошли. Вопрос 1527, 6-й том открытым оком. Христианство на Руси отметило свое тысячелетие. А Библию на русский язык перевели всего лишь в 1876 году. И при том, столько было препятствий этому со стороны церковников. И даже когда перевели и утвердили синодом этот так называемый синодальный перевод, по сию пору не разрешать библейские тексты читать по-русски в православных храмах. Есть ли еще где на земле, чтобы так люто ненавидели церковники Библию, не дозволяли понимать ее в храмах молящимся? Мы получили веру из Греции. Там-то хотя бы лучшее дело обстоит. Лучше. Там-то хоть лучшее дело обстоит. И почему они нашим не подсказали, чтобы русские на понятном языке вели богослужение? Ответ. Почему же они не хотели знать Библию? Только потому, что Библия обличает всех архиереев и попов, и их веру. Против Библии на родном языке воевали не только у нас в России, уничтожая новые переводы Библии, как у профессора Павского, но и в самой Греции. Эта страница нам известна ли? Первый раз им перевели на понятный живой греческий язык только в 1630 году. Этот великий труд был окончен Максимом Калиполитом, греческим монахом из города Калиополь. Покровительствовал монаху патриарх константинопольский Кирилл Лукарис, желавший оживить церковь, застывшую в кошмаре обредоверия и предрассудков и в невежестве. Но даже у патриарха было много противников среди архиереев. Патриарха задушили, как изменившего самому православию. Не меньше того, но спустя 34 года Синод восстановил. Кавычки открыты. Священные Писания должны читать не все, кому заблагодаросудится, а лишь те, кто проницает глубины духа, проделав необходимые исследования. То есть не народ может читать, а только попы с архиерейми, и при том только очень образованные. В 1703 году нашелся еще один энтузиаст, греческий монах Серафим. Он написал в прологе всю свою печаль, что, кавычки открыты, каждому доброму христианину необходимо читать Библию, кавычки закрыты. И он упрекал архиереев в, кавычки, желании скрыть свое недостойное поведение, держа людей в неведении, кавычки закрыты. Серафима арестовали в России уже, и он так и умер в далекой Сибири в 1735 году. За верность Библии. В 1836 году Константинопольский патриархат приказал в своем указе сжечь все переводы Библии на понятном греческом языке. Но опять появился человек, мужественный и очень грамотный, неофит вам вас, прекрасный лингвист, библеист, понявший, что в темноте народа и в его абсолютной безграмотности духовной виновна только православная церковь. Полный перевод Библии был вовлекован в 1850 году. В этом ему не помогала православная церковь, а помогло только британское библейское общество. Священство же выступило дружно против этого перевода. В 1833 году православный епископ острова Крита предал сожжению найденные им Новые Заветы. Найденные книги безжалостно уничтожались лютыми врагами церкви. Настроенные против перевода Паллиса студенты, изучавшие богословие, взбунтовались. Время смуты было убито 8 человек, и правительству пришлось уйти в отставку в 1901 году. Запрет на использование Библии на родном языке у греков был отменен только в 1924 году. А приняли в первом веке греки. Ну вот так давай. Пиши рус. Так. Убивают переводчиков. Слава Христу!